И вещи, пожалуйста, сугерую Валенцова, жена Валенца, что он не только всескочил через пот и тем самым обвалил коммунизм, что он, Валенца, его муж, разговаривал с влацом и своим перспазием вызвалил заарештованных и интернованных солидарношовцев. Слушайте, поляцы, дух святый запановил над Польским. Но это не значит, что, как для дичака, мамушка только для него купит какую-то забавку, а для решты – нет, потому что дух святый работает только для этого дичака или для ортодоксальных жидов, которые думали и сомнели, что Старый Тестамент и целый свят готовят только для них, потому что в подтверждение был велен суд для этого народа. И этот народ думал, что только он – босский народ. Но это не так, мы знаем. Так же и для Польских. Этот дух святый открыл от веры правды, которая болела для многих других властей поляков, которые служили или коммунистической власти, или власти санационной в Польце, или на националистическом движении, народовом. Каждая правда имеет свою личность и должна быть правдой, как сейчас для Полька. Это тоже неприятно для солидарности от вера. Если бы Болик не был потрубован умыслово и погарды, така бы правда в таким роде, как сейчас, может, не вышла на свят джинный. И только сердце покутливое, об этом зону покутом и пошукиванием правды, и ораз милошшим до Бога, до ближнего и решта, может, знать, зналясть покой и сатисфакцию у всехмагонцего. И ораз тен край, с которой с этой сатисфакцией человек походит. Люб тысячи и сетки людей, которым Бог обдарует этот покой разом с Христусом. И еще тут, за жизнь, влажно. На небе то уже будет иный сон. Для чего я помню? Для того, что это интересное и очень интересное украинцам. Потому что в часы Януковича, в часы родственских, говорить о бандеринске, то было, ну, с одной стороны было смешно, а с другой стороны это было небезопасно, потому что в рухе каких-то фашистов было то же. И люди болели и только о том носили у себя в сердце. Но тоже правды целую не видели, не знали. Поэтому эта целая правда была целый час укрыта под сухитом. Как в Польше политологи, историки, политики, когда еще за часы Звездка Родственского, на конце, там, на початку этих 90-х лет, лет посткоммуны, намагалися говорить о жильнижах выклентах. Так само они еще болели, потому что армия Берлинга, армия Андерса вызвалила польским и отдала Польске землю немецкой, но когда они были польскими, 900-600-300 лет до тыла. Но сейчас они не в Польске, потому что это было покарание немец, против того, чтобы армия людственная, в целом польская людственная, украшенная для коммунистических стран, земля была тоже коммунистичной, и нужно какой-то час, допустим, не распадает Звездок Родственский, чтобы та польская была людственная, и разом с коммунистами была выклана тоже кровь замазана какая-то там в Чехии, там, или еще где-то. И не хочу поляцам, чтобы мы говорим правду, домагаясь до этой правды, только не через льваков, не через пророссийских, пропутиновских, и про меркельевских, еще там, где-то там немецких банков, таких экспертов, нибудь то, польских историков, а реально, кто же хочет там донжить до правды, и решта, и эксетера. Чтобы они тоже не болели еще говорить о помылках армии краевой, исторических помылках, о том, как она вяжла сбыть вели, тем самым советам, которые потом, том самом армии, как и Андерса, как потом и патриотов, и АК, и Андерса, и Берлинга, и людовой армии, тоже была вдептана, вывезена там, до Сибири, до Сибири и везде. И на концу, в конце, в 1926 году, настал час, борьбы, общей армии краевой, и УПА, украинской повстанской армии, против одного врага, против коммунистической власти, той власти, с партией которой, АК, армия краевая, вывезлила. И жадных земель, Волынского обвода, не отримала, и даже еще были, но немного отримала, тоже часть, украинской территории, сейчас, эта виха, называется, не так далеко от Харкова, Святогорска, называется Бандеровская виха, там, где были, выщедлены, украинцы, нкведистами, забраны, и та решта, часть территории, отдана Польсу. Джесть ниже, до Румунии, до Хуста, в районе Пршемышля. Для того, полякцы, когда, сегодня, Валенсова, говорю, на зборовистку, этой шамбы, Кодовской, говорю, что, то такое великое счастье, было для Солидарности, что, скон, взялся, тем болек, ну, Лех Валенсия, Пршемуса Солидарности, он, своей перспазией, вызвалил, венжень, тых, зарештованных, Кишчакем, и службой, внешней, там, милициантами, Солидарношовцев, и вагули, тых, вальшонцых, против коммунизма, в Польсе, против людовой, влады, в Польсе. Али, что еще с таким самым успехом, можно было, похвалить, и Кишчака, что он шедл, что он подал руку, этому болекову, этому лидеру, неподлеглой Солидарноши, за которую он, он, как приводцы, всех, боролся, подал руку, но она этого не говорит, она говорит, что только он, своей перспазией, что-то там, выворолил, и сами, сточнявцы, салидарношовцы, говорим, что слышали, какие-то такие, вверху над ними, каком-то рынке, которая их, что-то там, ну, вызвала, так сказать. Очевидно, что это была рынка, Кишчака, а не жадная Валенцовская перспазия, с жалобным, с жанойомцем, тем же, сгинели, так, для Кишчака, для кому-то, то там сетки, там, тщенцы сгинели, то ничего не значит, то не то, что там, кто-то стал подрубованный, и тут уже там, разлучили на целый свят, пришли так, и вскопали кому-то, и они пошли, так, мамуша, татуша, на то, сейчас кричу, мамуша, татуша, как-то вы нам поможете, а че, так, так, поможем, а как врачи, на серии, чего-то, то они помышляют, курды, то там, стрефа шара, то там, ну, стрефа для хандлю, там, какие-то там, луч, там, Бялосток, жюли, там, а потом вызвалили, и будем хандливать, там, санкции есть, там, колени, противоросы есть, что-то, так само, как Донбасс, только в Донбассе, там, в уголе, там, идиотичные, олухи, царя небесного, а в Польсии, еще, это, трехи, коммуникат, с головом, саму, поляков, и там, католическая, какая-то там, еще, вера, то там, ближе, там, далее, но, как-то там, намагамощь, развлеклась, ситуация, мысль, таки сенс, есть, и он, экологичная версия, повинна, тоже, истять, курд, в Афганистане, уже на тюле, солидарность, пановала в Польсе, что только люб, ригористично, только люб, так, бестяльски, что-то там, сделать в Польсе, исправление, стана военнего, либо не делать в уголе, а тогда распаднется, связок роджевский, начнет с Польси, с Польси, а там еще, этот греб, взгнивший, еще не подготовлен, был там в Украине, и в самой России, еще 80 лет не был подготовлен, еще так, все на зелено было, ну, и для того, потом, Ярослельский, зразумел, такую, обычную, речевистую, речь, что он только тем самым станем военным в Польсе, он только захамовал, на какой-то час, распад, упадок, Звязку Раджевского, но не только он сам был, систем коммунистичным, а и Кишчак, а и сотки тысяч, 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 тысяч этих убеков, избеков, и тому, иксетра, иксетра, это было тоже, как офиара, сакральна, от польских, такая офиара, так, за тем территорием, который, там, за немецкий, то, чтобы было поменьше, чем в Польсе, но уже достаточно, и для того, Кишчак, сразумел, что, надо делать, что-то, чтобы, Мальдолинского, чтобы их не подвесили, как румуны, что все. Сополяцы, тут заслугуют, много версий, и все, такие, они заслугуют, тоже на гдебание, так само, как и Валька Валенцы, было, тогда гдебанием, теперь мы видим и то, то гдебы, так-то оно и было, что гдебы, то Валенцы, а то, влаше не Валенцы, а Кишак им кировал, так само, как бы, 8000 лет, проводили, не ярузильские, коммухи, а проводили бы Москва, там, войска свое, ну, влашность, началось еще, какие-то повстания, но, неведомо, тоже, может быть, отстрочили, на 10, 20 лет, 60, там, там, коммунизм, но, этот коммунизм, уже залежал, был, озалежнен, этот коммунизм, русский, коммунистичный, в Москве, от европейской валюты, вагуле, от валюты, бо газ, ропа, то, все, все, шло на Европу, коммунистичный, был, тоже, озалежнен, от этого, и уже, жадной валюты, окроч, джебна, рублей, у Звездка Раджеского, не было, а целая армия, масса, глотных людей, которые, уже, начали, мощно протестовать, и, 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 начали, выходить, и, и, все, что мы знаем, это было, но только, не пакет, такая, женщина, когда, поликод, говорил о, тем же, нечего, борчать, нужно отдать свои дупы, на попрание, на вырухание, и, все одно, бенжи, польская, так же, как Чехия, Словацкая, там, Румын, есть, нечего, борчать, так, одна влада, тоталитарно, пришла, там, отшедла, другая, пришла, отшедла, а польская, как Бенжи, таки, как было, таки Бенжи, пачки, przykład, Варшавы, разпердоленной, сниженной, вшед, 44-м, раку, по повстанию, варшавским, то, не было бы, не треба было повстать, что, русские, чтобы, зашли бы, и, снова, когда-свы там, было Польска, но это тоже, дебание, теоретически, это была, 16-ая, република, Звездка Раджевского, и, в целом, этих поляков, которые сейчас, были, вышедлены на Сибир, или, как-то, в Польском, еще, там, автономном, републике, народовом, сделали, в Глэмбе России, а Польску, приформатировали бы, в уголе, как-то, 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 захочелось бы, захочелось бы, когда-бы там, тотально, были там, выженания, этих коммунистов, в 80-е годы, захочелось бы, там, например, РНФ, там, немцы, коммунистичные, кремлевцы, половая часть, желать, расширение, от, польске, которая, как-нибудь, запротестовала, в Ялтынской конференции, отдал немецким территориям, а теперь немцы, родецкие, и, например, Польска протестует, родецкие немцы, сом, территориям свой, там, по-немецки, Гданск, и Кашубы, там, Шлёнс, там, если что-то, и не начало бы, например, когда-бы, мосом протестовала бы, в Польске, то, в зонзак родецкий, не начало бы, там, негациовывать, о каких-то там, и, бендонс, еще войска, родецкие, в Польске, не захочало бы, там, накрасить линии, что-то, снова немецкие территории, и выседление Поляков, снова бы, началось, и выседление, там, РНФ, ну, с тех, сходних немец. Но это тоже Гдыбание, только так, версии, Гдыбальские. Для этого, очень смешно это выглядит, когда Люб Валенцова, говорит, что Болик, sorry, Валенца, но не ссоры, это Болик, вычинжал звездок родецкий, взвалил его, как бы, своей перспазией. Он все это сделал, если бы не он, если бы не его, не перспазийный, такой, светло, его свято, то, не звали бы, звездок родецкий. Это тоже смешно, смотреть на этих желтоустых политологов, этих паузских, паскудских, кодовских, на шмече, этого киевского, из Мурдзара, который, тоже так само сугеруем, что он прескочил, через плод. И раптом, боечка, появилась, польская независимая, не подлегла. И Магдаленки, начали округлый стул. Мы говорим, мы поляцы, это раз больше в контексте, про национально-польский, триб, развития исторического, который мог бы быть, который бы должен быть. И мы запоминаем, что он еще украинский, тоже проукраинский, про националистичный. Как с этим всем согласиться? Как сомолить со стороны с контекстом славян, например, где-то там в Умбом, Вимбом, Прумба, в Старополе, в России, сетка чеченов, не чеченов, кодировцев, до полушмерти забило этих 20-20, или что-то там, группа жоунижей русских. За какие-то там, то, что им просили спокойно с себя, там, ну, не так нахально, заховывать, чем. Так они нападли, с пистолетами, забили до полушмерти. Из-за этого контекста, что часть Сиберии, часть этой росы, належи, на революции, полным ходом. И в 2014 году, только, когда трвала самый начинок войны, Франция только срезыгнувала от этих мест. Ролей. Вот, почему, эти 80-10, что или же там, выдуманных, еще на доманных процентов започиня. Тем же, в России, ну, таки великий, ну, суперпатерналистичный, патерналистский, склад мышления, ну, ментальность. А тем патернализм działa не только как бараны, которые идут до корот, до жрича какого-то одного пастуха. А еще имперская настроенная часть спойноты. Велкие имперские настроения, чтобы отчувать себя коллективом. Бо так они сами не могут. Несамодельные люди свои венкшошь, а в школе, в коллективе, в массе, они себя чувствуют, что они кто-то. Маем там свою иерархию. И для того один край идет в войну на другой край, чтобы так они чувствуют какие-то идеалы, нападные там заставили, там сглавили, а в этом крае позастаем, что звольники этого края начинается партизанская война. И снова по колу, по колу, снова кровь, потом втронца третий, четвертый, еще какой-то край, и так по колу, по колу, допустим, как в Сирии. Тераз. Всестка смажено и летаем только паскуды в путиновские самолеты и масокруем этих детей. Так что поляцы сейчас изменяемся и когда за звездок родительский невольно было что-то говорить о АК, потому что можно было получить что-то от советов и быть изинтернованной или еще что-то. И сейчас в Украине лучше не говорить, потому что можно получить в ухе о УПА, злого, что-то. И также в Польше не можно говорить о АК, злого, что-то. Но о чем говорить злого, когда мы говорим о ошибках, то мы не говорим злого против этой группы борщащих богатеров в Польске. Так что поляцы не прикрепляем и не манипулируем, когда говорим о том, что кому-то что-то налижит. Как-то говорим, что часть Сибири с надром налижит до Польской, до Украины, то не значит, что дословно. Там мешкаем люди, говорим русским языком, говорим о ностальгичных таких принадлежностях этих землях, чтобы там Польска могла проводить своем культуровом политике, потому там много поколений, много крови польских мешкали там в Сибири. Там, сон надром, ропа, газ и решта. Поэтому и сейчас такая ситуация в Украине, что вальчонцы Украина только безпосредний пример может быть. Выжинание поляков с Волыния, в Терен. Не принесло ничего. Только до первых 50-х летах проводила эту селекцию, эту операцию Висла только в 50-х летах с переседления. Втуда АК и УПА в 46-м року борются разом против коммунистов, а потом все выехали на заход от репрессий ряда коммунистического. В контексте пропаганды, пацификация в 30-х летах украинцев поляков, земля там без шага еще и еще было поводом для бестияль для такого свежинского захования. Но только нужно разом развлекаться через следствие. Правильное следствие. Потому что украинские националисты, которые борются как против немцев, так и против коммунистов, получила, как бы так говорить, в сходном Украине землю польских обводов. Но исконно первое было от Данила Галицкого украинской земли. И поляцы не получили там ничего, когда борются вместе с коммунистами против УПА. Но на то получили землю немецкую, по-немецки. Но только для того, что это было людово-польское. И так снова затримаем, затримаем. Ну а чем это я так вагуле о том подумал, что правда нализы тем, кто за ней борется и против тех, кто укрыла эту правду. Вага. 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 показывает, какие были методы на сломание więзников. Kazимирz Moczarski, жоунир АК, musел делить цели с эсэсманем, который крваво стумил повстание в гетче. Свои вспомнения описал в книге «Розмовы с Катем». Сополяция очень важна не только огольное утверждение и сентенция, что правда урадует Польскому, но как эту правду и дальше послужить, потому что подходишь 3 лет назад в Харкове на их коммунистический митинг, у них плакат там «Волынь», «Збродня» и написано «350 тысяченцы поляков было забито». Подходишь и питаешь у них за Катень. Мовим, ну вы же забили поляков в Катенью. О нет, то не к вам, то до фашистов. Так что, поляцы, о то и ходишь, что одна справа, когда в политических разрывках та правда использует себя для врагов польских и альянтов, которые поддерживают польским. Я не говорю, чтобы то, правда, манипулировать и конфабулировать, но она должна, та правда, прежде всего, опроч того, чтобы быть правдой, работать на польство, чтобы они отрадали в правде, то будет очень красивый приход для той самой росы. Там же не то, что там какая-то аллюзия, на правду, а просто тотальный пиздец с правдой. И это хорошо, что та правда дотирала, дотирала, когда венцы, когда мне вы все скилята, потому что когда штур младший, плохой, паскуденыш, сучоныш, конфабулировал разом с тем старшим штуром, паскуденышем, старшим, гувняжем, конфабулировал и с ним еще и дрвил, солидарнош в этих фильмах своих засранных фабулярных, то он не имел никакого страха то родич. Для этого рода, потому что замовления были такие. Вот Комух, там, от Вайдовских, от этих конфабуляторов. Там же Вайда конфабулюет этот файный фильм Катинь, только там вшелье до скрона человек, который выживал тоже польский, только по стороне Комух. А когда молодежь, кибицы, уже заинтересовались, заинтересовались этим тематом АК и журнежами выкликнутыми, я думаю, что жадный штур уже не бенже дрвил, робил какие-то фильмы паскутские, которые занимаются над богатырами польские. И это тоже правда, которая работает как правда на речь польской, но и на речь Украины тоже. Потому что конец этой правды была конец маленькая, как говорится, когда в 1946 окрая УПА вместе борются против коммунистов. Если бы это было правдой, и в 1943 году в 2004 повстание варшавское о здраве, но нестетно не хотят поляцы только хотят жрать и попернуть свой жлондик. Жадной правды им не интересной. На разе пока был президент был прийти на manifestацию под Бару Стокшник Гдаинский, но в результате изменил его жену появилась которая допингала грамадных и отакала Кощество. Мы не не обладим. Мы должны организовать. Мы не можем в этой момент лечить на Кощество. Это грустно. Бископ Гуц говорит, что Вауэнс попросил, но за кем Мауэнса попросил. Маужонка былого президента подобно как ее моши за докупения, что документы из Дома Кишчака не не правдива. Я могу гварантовать, что он никого не скривдил, никого не задрадил, никого не спредал и не брал никаких пенедзий. До справы пенедзи в Дома Мауэнс маужонка былого президента отнесла уже пред кема лета в своей биографии Марzenia и Таймнице. Писала так. Пралка купили мы, потому что муж снова выиграл в Тотолотка. Он до дичь гра в Тотолотка, но Пан Бук не дает ему выиграть, потому что не потреба ему уже этих выигранных. Он всегда повторяется, когда очень потребовала, то выиграла. Пиздец. Пречиво кому и за кем была эта demonstрация? За кем? За тайным współpracownikем, который доносил на своих коллегах? Мы народ не не Так. Так не можно. Не можно понижать. То есть о Солидарность. Дише не мај въемлемости ко до его współпрацы с безопасностью. Как я могу мај мај въемлемость, что не ест н человек. Кида некоторые вещи, что особище с ним разговариваю без святков. И это все есть в документах по 50 летах. Лех 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 ма ма право официалне отнести до преженых документах. Чи и кида это сделает надал не въемлемо.